Я хочу сначала чуть-чуть объяснить нашим подписчикам, для чего вообще этот эфир нужен и что мы хотим. Просто хочется узнать у тебя, спросить твою историю, как ты туда переехал, в Майами. Может быть, получится кого-то зарядить какой-то мотивацией, или, может, у кого-то есть какие-то планы, но он не знает, с чего начать. Поговорим про английский язык. Все-таки я думаю, что у тебя английский уже на достаточно хорошем уровне. Расскажешь, может быть, даже какие-то советы, как вообще можно учить английский, как ты это делал. Я надеюсь, это будет такое простое живое общение. Ребят, если у вас будут вопросы, то обязательно пишите в комментариях, мы будем читать и постараемся ответить. Друзья, еще раз всем привет. У вас, наверное, возник справедливый вопрос. Что здесь вообще происходит? И почему так долго не было новых выпусков на нашем канале? На этом канале у нас будут выходить интересные подкасты с людьми, которые живут за границей. С блогерами, со студентами или просто с русскоговорящими ребятами, которые смогли изменить свою жизнь и переехать за границу. Мы сможем узнать очень много нового у них, научиться и, так сказать, перейти сразу же к практике. Не просто учить английский и думать, как бы мне использовать этот язык, но брать интервью у людей, которые уже смогли взять и изменить свою жизнь. В общем, это будет очень интересно. Если согласны, то пишите об этом, пожалуйста, в комментариях. Более того, наш креативный директор сказал, что подкасты сейчас вообще такого формата вообще нету в ютубчике, поэтому, пожалуйста, все для вас. Давайте так, если вам нравится такой формат, то пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. Если этот ролик наберет больше трех тысяч лайков, то мы позовем обязательно какого-нибудь известного блогера. Ну, например, давайте Анатолия с канала «Столица мира». Итак, не буду вас долго задерживать. Наслаждайтесь подкастом, пишите свое мнение в комментариях. Поехали! Я посмотрел, что у тебя в аккаунте, что ты переехал со Ставрополя, когда тебе было 20 лет. Расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще так получилось? Как ты оказался вообще в Майами, в Америке? Как ты туда переехал? С чего все началось? Слушай, переехал в 2006 году, когда зимой мы узнали о программе. В Work and Travel была программа такая. Я не знаю, есть она сейчас в России или нет. В Украине я знаю точно вроде бы есть. И ездили, и многие оставались. И вот как бы я один из тех был, кто приехал. Я первый раз тогда вообще был в Штатах. И я приехал и сразу же остался. Боже, мне понравилось. Все, понятное дело, мне 20 лет. Я там приехал в Нью-Йорк сначала на пару месяцев. Там пожил, да, месяца два. В Бруклине пожил. О, нет, в Бруклине. Нет, 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 ни в коем случае. В Бруклине не жил. Брайтон-Бич, я хотел сказать. Нет, Брайтон-Бич приехали, но мы там не остались. Там, получается, нам предлагали жилье в Брайтон-Бич, а там... Ну, там такое гетто русское, как бы я бы сказал. Очень все так... Аутентично, если можно слово подобрать. И... Ну, мы не остались, слава богу. В Квинти пожил пару месяцев. Оттуда потом перебрался в Северную Каролину. Ну, и там я уже прожил год. И после Северной Каролине переехал в Майами. Ну, и здесь вот уже... Там, ну, больше 13, под 14 лет здесь жил. Слушай, а вот ты, получается, ну, пожил в нескольких городах. Где лучше всего, по-твоему, жить сейчас в Штатах? По-моему, в Майами. Как бы, ну, это же все относительно, понимаешь? Тут такой момент, что... Я благодарен, как бы, ну, всему, что было, опыту. Потому что, ну, могу точно сказать, что если бы... Ну, не то, что точно, но вот, допустим, у меня был год Северной Каролины. Да, я туда приехал. Небольшой городок. Это как в России, там, а-ля... Ну, там, Анапа, что-нибудь такое, возле Черного моря. Летом там весело, супер, очень много людей, туристов и так далее. А зимой там скучновато. Вот. Ну, и я прожил... Прожив год, там определенный опыт, определенная такая американская атмосфера. Там были частные дома такие двухэтажные, двух-трехэтажные даже, да. На первом этаже... Они стояли на сваях, так как там подтапливало очень... Ну, не часто, но бывало, там, раз в несколько лет могло подтопить, так скажем. Они стояли на сваях, на первом этаже... Загнивающая Америка. Машины парковали... Ну, понятно. Вот. На первом этаже машины парковались. А второй, третий, это были уже жилые помещения. Ну, чаще всего бывало, и первые тоже жилые. Ну, и вот мы жили в таких домах студентами. У нас было... Ну, человек по 5-6-7, я не помню, там, ну, трехспальные комнаты, к примеру, там. И мы снимали такие дома, и мы жили. Там классная такая атмосфера, она очень... Она очень американская, прям очень, я бы сказал. Но слишком для меня было... Вот. Для первого года мне понравилось. Да, летом вообще прям супер, особенно 20-20 с чем-то лет. Потом зимой там холодно стало, плюс особо делать нечего было. Ну, как бы Ставрополь, откуда я приехал, он... Ну, не сказать, что там большой город, да, там население, ну, там 1400 человек официально. Но, тем не менее, куда вот в Северной Каролине жил, там гораздо, гораздо меньше. И поэтому я вот решил уехать оттуда. И, в принципе, ну, я благодарен, что я и там пожил, в Северной Каролине, и в Нью-Йорке там пару месяцев, в Северной Каролине, вот год. Это определенный по-своему опыт. Ну, я вот как-то даже вспоминал не так давно, потому что... Ну, это интересно. Безусловно, но вот все-таки я очень, конечно, рад, что переехал в Майами. Город большой, город... Это не Нью-Йорк, бесспорно, Нью-Йорк там гораздо больше, гораздо масштабней. Ну, прям вообще это другие возможности, так скажем, в Нью-Йорке. Но, в то же время, это тоже большой город, 6 миллионов людей здесь живет. И есть чем заниматься в плане, ну, в плане там развлечений, понятное дело, бесспорно. И в плане работы тоже, я думаю, здесь можно себя найти. Ну, по крайней мере, как бы я нашел то, что мне нравится. Английский язык надо? Короче, переходишь по ссылке в описании на страницу с книгами, выбираешь нужную тебе книгу. Английский для путешествий, книжка по всем временам, лайфхаки в изучении языка, советы полиглотов, подготовка к IELTS, к ЕГЭ, все что угодно. Там есть очень много книг, а самое главное, почти половина из этих книг бесплатно. Просто переходи по ссылке в описании, выбирай нужную тебе книгу, нажимай подробнее и скачивай. А еще там есть кнопочка, где ты можешь купить все книжки сразу же одним пакетом и просто прокачать свой левел до невероятных размеров. Ссылочка в описании. Я сейчас живу в Турции, но, по сути, здесь цены не сильно отличаются от российских. Но для россиянина, наверное, одна из самых больших проблем переезда в Штаты – это стоимость жизни. И у многих возникает вопрос, кем я там буду работать, легко ли найти работу. Я знаю, что ты риэлтор. Да, я правильно сказал? Да, риэлтор, брокер, брокер я. Типа финансовый? Нет, брокер по недвижимости именно. Риэлтор – это определенный, так скажем, опыт и знания, а брокер чуть-чуть, так скажем, побольше. Риэлтор работает на брокера, скажем так. Брокер – это тот, кто компанию может свою открывать. Два вопроса в связи с этим у меня, по крайней мере, возникает. Это легко ли найти там работу мигранту, иностранцу? И вообще, какую? С какой работы лучше всего начать тому, кто туда переехал? Ну и после, может быть, о стоимости жизни поговорим. Ну смотри, по работе. По работе я скажу так, что главное, чтобы люди, те, кто переезжает, они в облаках где-то не летали, а были более реалистичные. Переезжая сюда, человек должен понимать, что все, что он знал там, в его работе, здесь оно, возможно, вообще не нужно будет. Невозможно, а вообще не нужно будет. И тут нужно понимать, смотря какие у вас знания были, и уже примерно предполагать, что вы можете получить. Ну, к примеру, если вы там до этого работали, у вас в интернете знания, к примеру, в маркетинге и так далее, и тому подобное. Вот, и переехав сюда, он также может продолжать этим заниматься. Просто под этот местный рынок подстроиться, найти здесь местные уже, именно тех ребят на этом языке, на английском, да, и им помогать развивать их там, так скажем, бренд в интернете. А ему при этом просто нужно здесь выучить язык, ну, и контактами обзавестись, да. Но если у вас какая-то работа там была узко специализированная, и вы сюда приезжаете, то вы, ну, вы как заново, вот, как, ну, говорят очень часто, вы здесь как, особенно если, ну, просто люди же разные есть, да, допустим, есть кто-то русскоговорящий, особенно часто. Это, ну, ни для кого не секрет, не зря же говорят, что холодные русские, ну, это так и есть, как бы, потому что русскоговорящий не особо разговорчивый, неприветливый и так далее. И когда переезжаешь сюда, как бы, здесь, ну, по-другому работают многие вещи. Поэтому тут нужно понимать, вот, какие у вас знания на самом деле, и готовы ли вы, допустим, идти на какие-то жертвы, я бы сказал, потому что, переехав, повторяю еще раз, да, сюда, вы обнуляете свою, как, ну, как социальную значимость, наверное, если правильно сказать. Ну, ты жил в одном городе, да, у тебя, там, зарабатывал ты, пускай, там, в своих, в рублях, пускай, ну, если мы про Россию говорим, да, в рублях, ну, какую-то сумму, там, 200-300 тысяч рублей, пусть в месяц, это, там, 4-5 тысяч долларов, да, зарабатывал, это хорошие, думаю, деньги, там, ну, в небольшом городе, понятно, там, не для Москвы, но в небольшом городе. 4-5 тысяч долларов в России? Да, да. Ты давно в России не жил? Да, да. Не-не-не, ну, я имею в виду, не, я-я-я-я, я знаю, какие заработки, да, абсолютно все, но я имею в виду, это прям очень хорошие заработки, да, ну, просто человек, который приезжает, зарабатывая там, вот эти 200-300 тысяч рублей, сюда он приезжает, как бы здесь, ну, я скажу так, я сталкивался из своей профессии, скажу, да, живой пример. Например, человек, снимая где-то, пускай даже, там, я не знаю, в Турции, в каких-нибудь недорогих, я не знаю, да, всю Турцию, только в Стамбуле был, но пускай в недорогих каких-то, там, отелях, в каких-то районах, или, там, в Таиланде и так далее, снимая там что-то за определенные деньги и приезжая сюда в Майами и видя, что за эти деньги он просто получает, там, самое, что, ну, самое дешевое, что можно просто найти, и то, и с трудом, то у человека, конечно, ну, происходит такой резонанс, как бы, он, как так, я, там, у себя в городе могу позволить, там, ну, грубо говоря, быть, там, значимым человеком и так далее, получая такие деньги, да, а сюда приезжает он, ну, и всё, как бы, понимаешь, и я вот об этом говорю, я понимаю, да, что зарплаты совсем другие, как бы, а если брать людей, которые зарабатывают, там, 20-30 тысяч, ну, это, как бы, тут, о чём тут говорить, они сюда переезжают и здесь просто начинают зарабатывать с нуля, ну, как, в принципе, и многие, если у вас нету возможности каких-то финансовых, так сказать, подушек, да, или, как это, ну, бюджетов каких-то, которые можно вложить в бизнес, да, в бизнес что-то вложить, что человек может, ну, тогда просто идти работать, а куда идти работать? Ну, куда угодно, как бы, это реально, я вот говорю, да, так размыто, ну, реально, куда угодно, если у тебя, ты приезжаешь, у тебя нет никаких возможностей, ну, ты должен, как бы, понимать, что, ну, значит, набраться за любую работу, там, не знаю, на стройке работать, официантом работать, в магазине работать, везде, как бы, где, ну, где будет платить первое время, там, первые несколько лет, пока, там, не выучишь язык и так далее. Как думаешь, сколько нужно денег для начала, для переезда, по-твоему? Понятно, что это все зависит от потребностей, да, и так далее? Да, да. Я бы сказал, ну, Майяя, по-любому, бесспорно, дорогой город, и в плане работы, я бы сказал, что есть города, где явно больше работы, ну, допустим, там, Нью-Йорк тот же, да, ну, там точно больше работы, потому что, ну, и сам город гораздо масштабней, просто, очень часто люди русскоговорящие, они, приезжая без языка, они стремятся в свои русскоговорящие комьюнити, ну, вот, в Майами очень большое комьюнити, в Нью-Йорке очень большое комьюнити, в Лос-Анджелесе тоже очень много русскоговорящих, но это основные такие три больших города, в Чикаго тоже есть русскоговорящие, украинская диаспора очень большая, как бы, в первую очередь, люди, конечно, идут туда, где... Да, конечно, ну, как бы, опять же, связаться легко, но... Но все зависит от человека, да? От человека, да, но вот как ты сам, знаешь, если ты связываешься, вот я пример напишу, надеюсь, человек меня смотрит сейчас, написал мне парень, типа, вот я зарабатываю, там, ты 1000-1200 евро, и, типа, от зарплаты до зарплаты живу, типа, что, как мне быть, типа, что мне делать, а как мне больше зарабатывать, конечно же, я хочу, там, и хорошо, там, жить, и квартиру, и, там, что-то такое. Ну, я у него спросил, я, точнее, голосовой записал, говорю, а, ну, как бы, понятное дело, все хотят, как бы, это стандартное человеческое явление, все мы хотим, а что ты делаешь? Ну, ты, я, как бы, ему в кавычках вывел, вот именно, что ты для этого делаешь, помимо того, что хочешь? Ну, он мне ответил, типа, ну, вот, я, как бы, на работе, там, с утра до вечера, у меня, а-ля, типа, у меня времени нету, больше ничего делать, и, а денег у меня нету, чтобы инвестировать. Ну, как бы, такой, знаешь, вариантов, типа, нету, ну, как бы, окей, если ты и так считаешь, ну, значит, их и нету, но, по факту, как бы, просто человек сам ничего не делает, больше того, что он делает в данный момент. И мне к чему-то, что я ему не ответил, получается, он мне вот это написал сообщение, я, ну, я зашел с утра, там, у меня, как бы, ну, я думаю, ты заметил по общению, как мы с тобой переписываемся, а ты заметил, что, как бы, я не сижу, не жду там сообщения одного в течение, ну, как бы, у меня много поступает информации от команды, от клиентов и так далее, общение идет постоянно. Я просто ему не ответил, он мне сразу потом-то, под конец дня уже пишет такой, типа, о, типа, на этом сообщение и закончилось. Ну, типа, то, что я его проявлялся. Да, 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 да. И я вот к тому-то, что не нужно ничего ожидать, никто никому ничего не должен. Если вы приезжаете сюда, и вы обращаетесь к русскоговорящим людям, и они вам, допустим, не помогли сразу, как бы, там, кто-то где-то не подсказал, еще что-то, да ничего страшного. Ну, скажите спасибо этому, это опыт, из которого нужно делать выводы и дальше продолжать искать, потому что я могу сказать, работая в продажах, нужно, если тебе что-то нужно, это тебе в первую очередь нужно, когда ты у кого-то хочешь какую-то информацию узнать, то спрашивай это и 10, и 20 раз, пока ты не найдешь ответ. Ну, знаешь, это, ты сейчас это все говоришь, я понимаю, что ты имеешь в виду, но мне иногда кажется, что вот это мышление, например, у тебя такое, может быть, у тех, кто переезжает такое, именно из-за того, что у них получилось вырваться из рутины какой-то, да, они посмотрели на мир с другой стороны и, в принципе, поняли, что, ну, нет ничего невозможного, да, можно достичь любой цели и так далее. Но те, кто сидят дома, например, у них есть только одна какая-то вот задача в жизни, это сначала закончить школу, потом университет, да, потом типа работа, потом на пенсию накопить, то вот таким людям уже сложнее подумать вот так, как ты сейчас сказал, хотя это правильное мышление. Ну, вот, да, вот как ты думаешь, с чего надо начать, вот именно, если человек хочет переехать за границу, ну, в Америку, с чего нужно начать? Собирать информацию просто о том, ну, у всех разные обстоятельства, скажем так, да, вот, к примеру, я, скажу так, на моем опыте я поехал по work and travel, да, мне помогли родители, дали там на билет на эту программу, сколько она тогда стоила и с собой там, ну, там, какую-то сумму там незначительную, да, ну, извиняюсь, мне помогли родители, но у всех разные обстоятельства, кто-то переезжает сюда, когда уже семья есть, да, кто-то переезжает со мной постарше, вот я знакомлюсь с ребятами, кто там по туристической приезжает и дальше уже рассматривает переезд в будущем. Тут, я бы сказал, зависит от, ну, от вашего, от вашей ситуации в данный момент, как бы, привязаны вы с семьей, не привязаны, потому что семья гораздо больше ответственности, правильно? какие у вас есть возможности и так далее, но начать это, вот, собирать информацию, вот, просто изучать информацию в интернете ото всех, вот, просто как можно больше информации изучать, 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 как переехать, ну, потому что, скажем так, если у вас есть там n-ная сумма и вы можете позволить себе какую-нибудь инвестиционную грин карту за 900 тысяч долларов, ну, изучать вам, как переехать в Америку за 2, имея в кармане 2 тысячи долларов, оно вам не нужно, у вас есть там 5 миллионов, к примеру, понимаешь, да, что я говорю? Тут нужно отталкиваться, вот, ну, от обстоятельств человека, да, какие у него есть возможности, какие знания, вот, опять же, я возвращаюсь к тому, что ранее говорил, какие знания, возможно, он применит себя здесь, приехав, просто, у него уже контакты какие-то здесь есть, к примеру, или, может, там, контакты с Россией есть, он сможет, там, бизнес продолжать свой как-то делать, ну, только уже под американский, скажем, рынок, но самое главное изучать информацию, она в открытом доступе, в YouTube, интернет, Instagram, это все нужно, как бы, изучать, поглощать, анализировать и задавать вопросы, да, тоже. Скажи, ты сказал про 900 тысяч, там есть такая какая-то система, да, что можно купить или проинвестировать в страну или как? Да, есть программа такая, называется, она EB5, это инвестиционная программа, ты 900 тысяч можешь давать, там, общая сумма 900 с копейками, там, 950, 970 тысяч, и из них 900 тебе возвращают через, там, 5 лет, но при этом через пару лет после того, как ты подал эти документы, вместе с этой суммой внес, тебе дают грин-карту на тебя и на всю твою семью. Есть форма, когда, экстраординарные возможности, когда вы можете переехать сюда, там, получить удаленно эту визу, да, виза, потом из нее грин-карту можно сделать или, приехав сюда, здесь ее получить, это такая, получается, форма легализации, когда вы обладаете какими-либо экстраординарными возможностями. Это может, вот, к примеру, какой-нибудь, вот, мы с Эдвардом общаемся, к примеру, у вас школа какая-то классная, у вас большой, там, канал на ютубе, вы в маркетинге очень разбираетесь, публичная личность и так далее. И адвокаты, они, когда вы с ними общаетесь, они вам скажут, допустим, подходите вы, не подходите. Можно таким образом получить легализацию, да, через такой способ. Можно получить, вот, как я сказал, EB-5 программа, это инвестируйте 900 тысяч сюда, в государство американское, которые вам возвращают. Можете сделать, открыть ваше, так сказать, представительство бизнеса, когда у вас есть бизнес в России, к примеру, и здесь вы открываете его представительство. За счет этого вы тоже можете получить грин-карту. Это L1A называется. Есть и два виза, которая для, она работает для Украины, для Казахстана. Это когда вы также по бизнесу, но там чуть другие условия у вас. Оно не дает грин-карт, оно дает рабочую, нечего страшного, оно дает рабочую, вот, именно бизнес-визу. Есть, ну, там много разных, в общем. Ты сказал, что ты брокер, да? Да. У тебя, получается, своя фирма зарегистрированная там, или ты как-то под какой-то фирмой работаешь? Нет, моя фирма. Моя фирма. Тяжело было, ну, тяжело вообще русскому приехать и открыть там фирму? Или, в принципе, неважно какой ты национальности, главное, есть грин-карта, ты приехал и открыл? Я просто слышал, что, в принципе, в Америке даже проще открыть какой-то бизнес, чем в России, например. Потому что государство поддерживает и так далее. Ну, может, на своем опыте расскажешь? Я тебе могу сказать, что мы можем с тобой, вот, ты можешь не приезжая удаленно, к примеру, завтра же прям, открыть тебе компанию, послезавтра нанять тебе сотрудников и начать вести твой бизнес. Ты даже можешь не иметь визы, не прилетая сюда, в Штаты. А потом могу запросить визу? Можно, да, сделать это, ну, если ты раскрутишь компанию, как бы, ну, у тебя дойдут определенные обороты, да, это можно будет сделать. Но это там уже, как бы, нужно будет смотреть, смотря, какую визу ты хочешь и так далее. А, вот, кстати, я тебе прикольный пример расскажу. Скидывает мне вчера брокер один из Лондона. Скидывает дом, говорит, дом там столько-то стоит, столько-то вложили там и так далее, отдают, типа, дешевле. Я фотографии листаю, я говорю сразу, русскоговорящий, говорю, судя по интерьерчику, он такой, ну, конечно же, я говорю, ну, вот, у нас такая же история. И это сразу видно. Ковер на стене еще. Ну, да, а там без разницы, знаешь, сколько у человека денег, вот, можно сразу понять, что ремонт, вот, ну, русскоговорящий делали. Вот я квартиру в Сент-Риджесе недавно там делали видео, заходили, смотрели. Квартира есть там, фиолетовые диваны, ну, там, ну, прям вот все супер дорого и очень богато. Но это сразу выделяет вот русскоговорящего человека. Вот знаешь, вот просто вот самое дорогое, что можно было засунуть, засунули, скажем так. И к чему я говорю? То, что у каждого есть, ну, допустим, в России, да, говорят, что там маркетинг, там, вот эти все моменты. Ну, по маркетингу пока опустим, а вот в плане дизайна, там, в плане каких-то таких вещей. Оно, возможно, да, относительно русского взгляда, они смотрят сюда и думают, блин, как это вообще, как это работает и так далее. Но здесь это так работает. Вот нужно вот об этом иногда задуматься. Возможно, вот этот дизайн, он совсем и не нужен. И бывает, когда люди здесь открывают рестораны, супер там, все лучше и так далее, и тому подобное, там, ну, золотые, так скажем, люстры и все подряд. Но в итоге это никому не нужно. Здесь нужно понимать, что здесь работает. Вот, ну, самое главное, как бы, возможно, да, вы можете красивее там что-то нарисовать, красивее что-то сделать, но оно, возможно, не нужно здесь. Ну, квартира, допустим, плюс-минус, можно там за 2-3 тысячи снять квартиру однокомнатную, да, 1-2 комнатную. Это в хороших зданиях, в хороших зданиях, где есть бассейны, спортзалы, кинотеатры и так далее. И на машину, там, на все остальное, ну, то есть 6-7, наверное, я думаю, можно, в принципе, вполне комфортно. То есть 6-7 в месяц, да, чтобы жить вполне комфортно? Ну, да, тратить, если, да, расходы, да. Ну, я, опять же, я так думаю, как бы, ну, на человека. Ну, я понимаю, да, у всех, нет, понятно, что можно даже 20 тысяч и 30 тратить в месяц, это понятно, что тут вопрос. Все зависит от людей, знаешь, у меня, я вот посмотрел, какой-то коронавирус был, когда дома сидишь и просто расходы... Он еще есть. Ну, да, еще есть, только вот первый, там, март, апрель, май были. Да, да, да. И дома сидишь, никаких расходов, ничего не происходит, там, траты максимум за продуктами съездил и все, как бы, понимаешь. Да, поэтому тут все, конечно, зависит от человека. Слушай, смотри, ты когда переехал в Америку, прошло какое-то время, ты, наверное, столкнулся с какими-то серьезными трудностями. Вот можешь сказать, с какими трудностями однозначно столкнется человек, который переедет в Америку? С трудностями, ну, я думаю, менталитета, наверное, в первую очередь, потому что чем старше наши, ну, мы вообще, да, люди, как бы, тем сложнее какие-то вещи мы принимаем и так далее, осознаем. Ну, вот, как бы, я бы, наверное, сказал, просто вот, приезжая сюда, мне, ну, вот, если вы решили переехать, во-первых, да, вот просто принимать все, как оно здесь есть. Вот тут, вот здесь я имею в виду, к примеру, там, в Майами или в Нью-Йорке, или где вы там будете жить. Если вот здесь валяется бомж, а здесь здание, где квартиры по 10 миллионов долларов возле этого бомжа, это так должно быть. Ну, грубо говоря, знаешь, в Нью-Йорке не нужно. Это дом возле бомжа, а не бомж. Да, 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 да. Как бы, ну, какие-то такие вещи. Если вам, как бы, кто-то говорит просто, там, привет, и, ну, там, как дела и так далее, это так есть. Это не потому, что ему что-то от вас надо, или это не потому, что этот, как это, забыл, говорят, ну, типа, а-ля американец на самом деле не хочет улыбаться, просто так улыбается, ну, и так далее. Это просто вот так есть, это нормально. Фальшивая улыбка. Да, да, вот фальшивая улыбка. Если здесь, вот, допустим, в Майами есть очень много испаноговорящих ребят. Раньше, когда первое время я здесь жил, я обращал внимание на то, что они громко говорят. Вот ты заходишь в лифт, и заходят, допустим, два человека, там, две девушки, к примеру, испаноговорящие. Они начинают просто орать, вот прям, вот, ну, там, вау, вот так вот на своем языке. И первые разы, когда ты видишь, ты такой, вау, что происходит, как бы. Но сейчас я это вообще даже не замечаю, вот абсолютно. Потому что это вот так и должно быть. И это я приехал сюда, понимаешь? Это как бы не кто-то меня пригласил или ко мне все приехали. Вот это тоже нужно понимать. Многие вещи будут удивлять. В грифинах эту испанку, вот эту, которая «нет, нет, нет, нет». Да, да, да. Ответ один на все вопросы «нет, нет». Слушай, я бы еще хотел добавить, ребят, вот, по изучению языка, я вот общался там со своим товарищем, он этот учитель, он здесь жил в Майами какое-то время, сейчас учитель там в Междуреченске, откуда он родом, так сказать. И он своих школьников в школе прям ребят обучает, не знаю, сколько лет, 10-8, не знаю. В общем, ну и он говорит, давай тоже эфир как-нибудь сделаем. В общем, хочет донести до детей, для чего нужен язык английский. Вот я бы тоже хотел сказать ребятам, которые смотрят, английский язык нужен независимо от того, где вы живете, ребят. Нет, это реально возможность, я вам скажу, потому что я могу живой пример привести, вот у меня в команде работает Александра, она в Перми живет. Она общается, она знает английский, она общается с клиентами, которые живут, ну, повсюду, там, из Греции клиенты, из Англии клиенты, клиенты, которые рассматривают покупку недвижимости здесь, в Штатах. И это ей помогает, то есть получается, продавая недвижимость. Это я просто свой пример привел, который у меня именно из моей жизни. А так там тысячи примеров, где вам поможет английский язык, так сказать, зарабатывать, да, себя обрести и так далее. И при этом вам не нужно, это не только, он вам нужен, чтобы переезжать куда-то. Вы можете у себя жить и находиться и делать бизнес. Я не знаю, может, что-то с Китая там заказывать, перепродавать или с того же Амазона. Есть ребята, которые на Амазоне работают, у них, они здесь, так сказать, не живут во Флориде, но имеют свои веб-компании и продают, зарабатывают. Но для этого, конечно же, нужен какой-то базовый язык. Да, у меня есть знакомый врач, он очень-очень крутой терапевт, прям разбирается во всем. И его секрет в том, что он, ну он русский, да, он в России живет, но он читает все в доказательной медицине. Есть такая тема, да, доказательная медицина. Они специально проводят разные опыты, тесты и доказывают тот или иной метод лечения. Но вся информация доказательной медицины на английском языке, на русском нету. И он реально прокачался, стал очень крутым терапевтом только благодаря тому, что многие лечат как-то вот таким путем, а он знает, что это не работает, потому что вычитал это где-то там на англоговорящих источниках. И, ну да, и вот на самом деле ты прав, английский – это доступ к информации, а сейчас информация, да, самое важное, что есть, самое ценное, что есть, это информация. По-любому, по-любому. Ну все, вроде вопросов нет. Ребят, спасибо всем за эфир, Эд, тебе огромное спасибо за эфир. Спасибо всем. Тебе тоже, Денис, большое спасибо, будем на связи. Там уже минутка осталась. Как только выложу видео в YouTube, сразу тебе ссылочку скину, посмотришь. Ладно, всем спасибо, тебе тоже, Денис, спасибо, пока-пока. Пока.